Не одежда красит человека. Волейболистки Тюмени Тюмгу в очередном туре чемпионата страны предстали перед своими болельщиками в новом облачении. Обычно форму меняют перед сезоном, но кто мешает пойти против системы и сделать это два раза за соревновательный год? Пошел ли на пользу эксперимент? Расскажем далее. Новая форма Тюмена пестрит цветами. Вот только со всеми розами был устлан путь сибирячек к 17-й по счету победе в сезоне. Две первые партии поединка с московским лучом получились просто кошмарными. Форма цветастая, игра блеклая. Где та команда, которую по ходу сезона на равных билась с лидерами чемпионата? Риторический вопрос, который мог задать себе каждый, пришедший посмотреть на обновленных с точки зрения моды тюменских девчонок. Я не знаю, почему-то у вас не получается с первых ночей и первой две партии. Ну, хорошо, что собрались на остальные три. Луч сверкал ярко, но погасить его можно. Начиная с третьей партии, хозяйки площадки наконец-то это осознали. Стоило лишь завестись и уловить настроение, которое находит на дам, получающих цветы. Робость и неуверенность как рукой сняло. 25-15 в сете тюменки вернулись в игру. Первые две партии мы прямо отстояли. Не было какого-то азарта, что ли. В третьей партии как-то подзавелись, показали свою игру и команда немножко так сломалась у луча. И все, мы просто поехали, просто как грузовик на них. И все, все пошло, все поехало. Вот, можем же. Еще не все силы закончились, хоть и конец ситуации. В сравнении с грузовиком красноречивая Йенина подобрала правильно. Тюменки действительно смяли соперниц и в четвертой партии, и на тайбрейке. Что мешало так играть весь матч? Не успели восстановиться. Петряева слабо вышла. Ламбина тоже самое хорошо. Екатерина Йенина вышла. Подзавелся. Поддержали Косолапова. Хорошо вышла. И добились успеха. Повторный матч потрепал нервы тюменским болельщикам не меньше, чем фанатам московского «Спартака» в субботнем матче с Тосно. Пусть и закончился в трех сетах. Хозяйки вышли на площадку в привычных синих цветах, но для достижения результата, как известно, важна не форма, а содержание. В первой партии подопечные Рожкова проигрывали 21-23 и были близки к тому, чтобы вновь добиваться волевого успеха. Однако обошлось. Концовки сопротивления москвичек удалось сломить. Не очень последнее время играем, поэтому все-таки, наверное, дома хотелось доказать, что можем лучше. Это скорее просто усталость, конец сезона и тяжело себя собрать. Тем более у нас большинство болеет, большинство травмированы. Тяжело все равно эмоционально и физически тоже тяжело. Во втором сете нервов было уже поменьше. Луч сопротивлялся, но играл совсем не ярко. Наставник гостей Вадим Кирьянов постоянно экспериментировал с составом, Однако особых плодов его команде это не принесло. Заработав весомое преимущество еще на старте партии, сибирячки уверенно довели ее до победы. Капитан плохо сыграл, мне пришлось ее убирать. Не центральные сегодня были, без какого-то настроя, а заменить их было неким. Поэтому, в общем, такие внутренние дела, они обычно... Я не могу сказать, что прям провалили игру-то. В общем-то, все партии игрались на больше-меньше, но рядом. Так вышло, что в целом равная. Игра завершилась в трех сетах. Хотя чаша весов, будем объективны, могла качнуться в любую сторону. А как иначе, если в третьей партии счет был 23-23. Но в нужные моменты нервы оказались крепче, у чуть более опытной, хоть и все равно молодой тюменской команды. Результат порадовал. Игра, конечно, вялая. Много ошибок, что у нас, что с той стороны. И нету, то есть, конец сезона, нету такой свежести, где-то скорости не хватает. Чуть неудобные мячи где-то проигрываем. Между собой некоторые столько раза три-четыре столкнулись, не разобрались. Думаю, что конец сезона из-за этого такая вялая игра. Благодаря двум победам тюменки поднялись на седьмое место в таблице. Другое дело, что удержаться на нем будет непросто. Впереди еще три тура, и предстоит играть в них с тройкой лидеров чемпионата. Ближайшие матчи – седьмого и восьмого апреля в Череповце. Местная северянка выйдет на них в ранге победителя турнира. Команду из Вологодской области уже никто не настигнет. Продолжение следует...